Прежде чем депутаты райсовета вынесут окончательные решения, вопросы подробно разбираются на постоянных депутатских комиссиях. Кроме этого, некоторые предложения выносятся на публичные слушания. Так, 19-е заседание совета началось с вопроса по внесению изменений в устав муниципалитета, который прошел народное обсуждение. Один из рассмотренных вопросов – это был вопрос о внесении изменений в устав в нашему муниципалитету Краснокамский район. Также по данному проекту решения о внесении изменений в устав были проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний было принято решение одобрить и направить на рассмотрение в совет. Депутаты вынесли положительное решение по данному вопросу. Всего на 19-м заседании совета рассмотрели 8 вопросов, в том числе о реализации в районе муниципальной программы развития молодежной политики. При комитете по делам молодежи функционеров два подростковых клуба – это подростковый клуб «Геркулес» в селе Никола-Березовье и подростковый клуб «Сплав» в селе Куяново. В клубах организованы занятия в секциях по волейболу, боксу, армейсингу, туризму, тэквондо, спортивному ориентированию. Ежегодно воспитанник подростковых клубов участвует в соревнованиях районов республиканского и всероссийского масштаба. В течение года идет спортивно-здоровительная работа, в которой используются самые различные формы проведения спортивных мероприятий. На высоком организационном уровне проводятся физкультурно-спортивные мероприятия для детей, подростковых и молодежи. Наиболее массовыми из них являются соревнования на рамках спартакиады на призвы комитета по делам молодежи, спортивные игры на молодежном и районном мероприятии с Абантой, соревнования по спортивному ориентированному скалогласению, также спортивные акции, такие как забег обещаний, крымская весна, 10 шагов в жизни и другие. Кроме этого, проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, молодежные спартакиады среди сельских поселений и многое другое. На заседании рассмотрели ряд других социально значимых для района вопросов. В работе совета приняли все представители постоянной депутатской комиссии. В ходе работы сессии были заданы вопросы, уже докладчики на самой уже сессии отвечали на поставленные вопросы. Ну и были приняты решения по рассмотренным вопросам. Также был рассмотрен один из важных вопросов по обеспечению безопасности наших детей, детей-подростков в образовательных учреждениях, какие необходимо выполнить задачи. В ходе заседания были поставлены определенные планы и задачи для дальнейшей работы. Глава администрации района Алексей Горбачев поблагодарил депутатов за совместное сотрудничество и плодотворную работу на благо развития малой родины.